друзья привет с вами никита компания сфера кара и сегодня я покажу вам кое-что длинное это будет бизнес-класс седан дает окраун majesta шестое поколение встречать покалечился и истек кровью пока вешал номера обзора не получилось ведущий умер вот так я беру и настя ты мне положила болты наконец-то в мои руки попал настоящий настоящий автомобиль первый раз до этого игрушечки снимали все хотел сказать что действительно крутой автомобиль хотя круто тоже было много всего на самом деле но тем не менее это легендарный краун majesta это самый люксовый седан от тойоты со все времена которые только были во многом эта модель обязана своим появлением lexus у лс который в те годы стал вообще родоначальником концерна lexus на японском рынке он кстати говоря назывался toyota цельсиор поэтому majesta это что-то среднее между крауном и цельсиором между двумя самыми топовыми седанами появился третий вот этот сегодня у нас шестое по счету поколения majest и на сегодняшний день это последнее возможно в будущем выпуск этой модели возобновят но пока все остановилось и остановилась вот так достаточно неплохо по сравнению с предыдущими всеми поколениями даже предпоследним 200 кузовами разница есть очевидная как в визуале так и в технической части потому что до этого majesta вообще как стереотип был автомобилем для мужиков у которых вот такие огромные 5 девчонки не ездили на маджестах потому что помимо того что это огромный длинный мужской седан это еще и топливо жрущий механизм на них ставили такие легендарные моторы как один юзет 2gz трехлитровый один юэр с объемом 4 и 6 поэтому эти машины жрут как не в себя они очень круто едут это огромный мощный седан поэтому заправлять его нужно было бесконечно и постоянно в шестом поколении наконец-то все это дело изменилось и этот автомобиль под конец своего выпуска под конец наверное своей истории возможно мы не знаем может они вернутся еще целевую аудиторию наконец-то расширил давайте разбираться по передней части это стабильный royal салон 210-211 crown больших изменений нету чуть-чуть здесь другая форма фар чуть-чуть другая решетка кстати говоря в этом поколении вернулась корона снова на решетку потому что в 200-ом ее убирали стандартные тойотовские черты очень много хрома огромные решетки узенькие фары все в ногу с поколением так скажем то есть чем машин свежее тем фары у нас становится теперь уже вопросов нету выглядит стильно классно да не сразу понятно зачем выбирать маджесту если crown выглядит точно так же это потому что мы смотрим только спереди сейчас пойдем сбоку смотреть когда вы стоите сбоку этого автомобиля ощущение у вас нифига не меняется потому что визуально практически то же самое что и royal салон но это до тех пор пока вы не подойдете к вот этой двери и не прикинете смотрите какая она огромная она 12 по моему сантиметров больше чем у обычного royal салона или того же атлета то есть тачка сама по себе хоть она и строится но и во всех поколениях она строилась на базе crown of но платформа у нее другая и в этот раз тоже по габаритам здесь ничего не поменялось хотя по моему в 200 она чуточку чуточку в цифрах было длиннее но тем не менее вот такую огромную дверь я 1 1 1 1 1 когда я подошел к от машине я реально не залип немножко столько идеально ровного свободного пространства по задней части тоже очень сильно автомобиль напоминает стандартный royal салон а вот лето идут другие совсем стопари но те кто в 210 кузова уже полюбил они мне не дадут соврать что реально маджеста визуально уже не то потому что брать 200 кузов который мой любимый с вот этими вот стопорями маленькими квадратными вот это да это продолжение вот со 100 по моему 70 кузовов еще вот закосом под кадиллаковские стопари вот эти вертикально расположенные плоские это было во первых необычно при том что морда у них всегда была близко очень кроном но по задней части всегда можно было распознать маджу сейчас нет часа не убрали вот эту фишку оставили нам только лейбу majesta и огромную заднюю дверь друзья у нас полноприводный автомобиль сегодня представлен 17 литье которая в этой комплектации идет стандартным арки очень большие у вас всегда есть запас чтобы поставить колеса побольше покозырнее и соответственно профиль резины немножко под уменьшить клиренс кого-нибудь вообще интересует клиренс на маджесте кто не поедет на этой машине в лес нет никто не поедет 155 миллиметров я скажу потому что знаю вот но что вам делать с этой информацией решать сами для для города достаточно как я всегда говорю во всех машинах до для седана я бы сказал что это высоко кстати говоря версиях на заднем приводе сантиметр клиренса вы потеряете так что это еще высокая машина и так друзья самое сердце самое мурчало как у нас принято говорить этого автомобиля выглядит теперь вот так хотели огромный мускулькарный двигатель мускулькарный это французская версия мускулькарные моторы здесь ничего такого не увидите потому что юэры юзеты ушли в прошлое пока все концерны японские говорят о том что огромным восьмицилиндровым v-образным двигателям уже не место бизнес-класс седанах потому что сиданиях на чем я сегодня с мягкими окончаниями бизнес-класс седанах уже не место огромный двигателям потому что речь идет о сохранении нашей земли нашей природы и все концерны потихонечку идут к уменьшению объемов разными способами это компенсируя тойота сделала это вот так 2 а r самый наш любимый с вами двигатель объемом 2 с половиной литра и с гибридной установкой точно та же самая платформа что и в крауне 210 вопросов на самом деле к нему нету вот этих эмоций которые хочешь ощутить от majest и когда ты давишь и тебя вдавливает что в переднее что в заднее сидение или даже в заднее через переднее здесь уже не будет конкретно на этой версии но для тех кто любит ощущать эмоции от ускорения есть еще одна версия с двигателем три с половиной литра 2 же р она называется также с гибридной силовой установкой и уверяю вас обделен динамикой и ощущениями от вдавлены в сидушку там никто не будет поскольку это у нас гибридная тойота естественно в качестве трансмиссии вы получите легендарную планетарку была бы эта бензиновая версия она была бы на 6 ступом или 8 ступом автомате как прошлое поколение кстати говоря минутное отступление до остерегайтесь подделок потому что недавно я шутки ради позвонил в одну компанию случайно увидел объявление в инстаграме да там компания привозит более 100 автомобилей вместе короче очень серьезные ребята которые до сих пор подбирают мне двухлитровый турбовый полноприводный crown полтора миллиона так что выбирайте еще раз кем работать потому что на самом деле немножко обидно потому что действительно magesta у многих ассоциируется за такими огромными металлическими яйцами и не менее огромными вот такими блоками в двухсотом еще кузове стоял мотор один юэр с объемом 4 и 6 литра это как в двухсотках друзья для вот такого автомобиля это была пушка сейчас ввиду гонки до технологий сохранения окружающей среды конечно пришлось к этому прийти но что вы хотите если двухсотки сейчас трех с половиной литровый делать уже трехсотки просить пожалуйста так что вполне ожидаемо вполне ожидаемо и что еще более обидно я вам скажу что magesta на этом кончились остались только crown и 224 ну и все кто хочет побольше люксовости получить от тойоты покупают себе lexus lexus ls lexus gs разнообразие моторов разнообразие версий все самое топовое по комфорту под тойоты получайте не рассказал вам про систему полного привода друзья только в версиях два с половиной литра она идет на полном приводе полный привод у нас оснащен в заднем редукторе с муфтой торсон до регулятор повышенного трения lsd по нашему короче говоря lsd жесткая блокировка при пробуксовки и электроника и крутящий момент между осями распределяется в обычном режиме он идет 40 на 60 60 сзади соответственно и в зависимости от условий и от вашей манеры езды электроника может этот крутящий момент изменять момент передачи имеется ввиду по осям 30 на 70-50 на 50 то есть это все можно двигать в обе стороны и реально можно сказать что система полного привода на этой машине интеллектуальная тачка конкретно вот это отправляется на сахалин и уверяю вас проблем с снежными вот этими полями у свежих toyota уже давным-давно нету что хочется сказать про салон этого автомобиля да это его самая главная фишка и все преимущества все отличия обычного крауна от маджесты всегда заключались именно в интерьере салона во-первых это самые дорогие материалы по отделкой в одной комплектации теперь выпускается маджо там есть несколько разновидностей в каталоге но все они градируются лишь датой выпуска до апреля 18 года эти машины выпускались поэтому до апреля 2023 года грубо говоря вы еще можете успеть привести эту машину проходной я думаю что сейчас давно уже никого не удивить электроприводами сидений подогревами охлаждением с продувом сервоприводом руля и различными вот этим преимуществами которые конечно же в этом автомобиле есть и без них никуда также как и по системам безопасности этот автомобиль полностью весь напичкан всем что у toyota есть в том плане что toyota sensing до контроль полосы активное удержание в полосе активное торможение в случае опасности лобового столкновения и все вот эти преимущества естественно не здесь есть также как и адаптивный круиз-контроль в целом по удобствам я так скажу забегая немножко вперед этот автомобиль для тех кто будет ездить сзади если на 170 маджести было козырно гонять за рулем то на вот такой тачке я бы кайфовал на заднем сидении поэтому что здесь все сделано для удобства задних пассажиров и вообще пассажиров управление бортовыми системами нашего корабля осуществляется с кнопочек расположенных на мультируле и вот этих двух многофункциональных дисплеях все практически здесь сенсорная ну я так скажу что первое время нужно будет попривыкнуть потому что ну потому что ничего не понятно что ничего не понятно очень много кнопочек очень много режимов но я думаю все это дело привычки в аккорде конечно поудобнее там уходите есть уже два таких дисплея но на кнопочках все как-то интуитивно понятно здесь пришлось реально поковыряться чтобы срастить как убирается шторка с заднего окна вот поэтому я думаю пойдемте к мы на заднее сидение покайфуй немножко там вот этой тумбочке у вас все преимущество сидения задней части салона можно управлять климат-контролем можно управлять музыкой можно открывать закрывать шторки есть даже вот такая штуковина здесь электропривод зависит от вашей мышечной силы вот ну кайфовенько кайфовенько поэтому я бы реально кайфовал в такой тачке если у меня был водитель по японии бы двигался вообще на расслабоне обязательно пепельницы смотрите это мы подметили до сих пор япония остается очень курящей страной и в такого класса автомобилях пепельницы обязательно присутствует хотя если взять какой-нибудь prius да там уже по моему года с 2009 пепельницы не ставят так что он вам даже разделение по классам за счет того что здесь салон больше сама машина больше чем crown и салон соответственно точно также хоть и место в них никогда не было мало здесь реально можно прямо кайфовать при том что при желании вы можете еще немножко отъехать назад или подъехать вперед я кстати ну на самом деле тут видите фишка ради фишки по моему я вот назад ее один раз бы откинул и больше бы вперед вообще никогда не сдвигал зачем-то надо ну вот вальяжника как на пляже зачем вам нужно вот это вот гоночная посадка как на болиде на самом деле насколько сильно я бы не привык уже к этим автомобилям потому что у меня реально уже в голове небольшая каша от них есть все равно вот такие моменты отмечаешь для себя то есть как вот эти деревянные например вставочки как вот это вот прошивочка или вот вот этот вот игра декора когда у вас бежевый салон с бежевым потолком но на дверях черные карты с белой кожей и прострочные белого такой штучкой то есть здесь интерьер каждым элементом к себе внимание привлекает и ты не забудешь пока ты едешь такой тачки ты все равно не забудешь что ты не в обычном крау не а уже максимально кайфовой штуковине кстати говоря кайфовой стуковине крауджи тоже кайфово штуку и здесь есть также как и во многих кстати говоря g-роялях есть система помощи немощным пассажирам автодоводчики всех дверей хотя на самом деле в такой машине где двери и вот так вот закрываются шикарно это классная штуковина но абсолютно не жизненно необходимая функция в джишках в роялях это опция тоже есть и многие просят ее но ребята вы серьезно если смысл разговаривать про багажник в бизнес-класс седане но я думаю что есть и как минимум вы можете заметить что три колеса сюда шикарно помещаются четвертое уже пришлось салон закинуть вот естественно на время съемок моего просто убрали так вот друзья ощущение от управления краун маджеста значит комаджест маджестая это значит маджестик переизменено немножко слова короче говоря величественный королевский и вот так вы себя здесь и чувствуете вот во первых хочется сказать что кстати контроль полосы меня обратно хотел же свернуть ты горит куда что без поворотников перестрасть перестрасти с поворотниками просто вот во первых я хочу сказать что по моему не хватает немножко шумки может быть после lexus а джи с это кажется что там вообще ничего не слышно может быть просто шумная резина не знаю но по моему даже в двухсотом кузове поправьте меня комментариях если это неправда шумка была посерьезней вот в основном и целом очень кайфово и ощущаю действительно себя на коне мы сейчас отъезжали от фетисова там стояли две девочки они прямо остановились и ждали пока мы к ним подъедем может быть я сейчас о себе пона выдумывал может быть реально это красивая такая тачка но когда мы едем на бухловозе такого не происходит эта страна он божественный по моему по всему остальному это тот же самый добрый crown уверяю вас если бы я ехал сзади я бы сейчас вообще немножко прики марил бы храпака даванул бы сто процентов отъехал бы назад вытянул бы ноги и как дал бы храпака вот а за рулем по управлению тот же самый принципе crown есть ощущение что машина реально тяжелая не знаю приятно это ощущение или нет не то чтобы особая крена но вот просто так вот как на фите да на одном дыхании например у меня бы не получилось так похасанить немножко по городу здесь реально прям приходится какое-то усилие придавать напрягаться и смотреть по трассе да она как крейсер вы просто катилась вас все вот запас мощности достойный нету конечно такой супер динамики как у турбовой версии обычного крауна да или как у трех с половиной литровой маджест и но вполне хватает для рывков для маневров для обгона где-то по трассе вам более чем достаточно будет плюс это самая экономичная маджеста за все время существования модели а для россии это немаловажный фактор старт цен друзья на 214 215 кузова от 2 миллионов рублей реально можно найти статистике версии с мотором два с половиной литра на полном приводе естественно все зависит от станет я так могу сказать что есть же еще 211 краун точно такой же только краун имеется виду по техничке да где у нас идет два с половиной литра гибрид и полный привод так вот их встречается хоть их мало мы всегда говорим их встречается намного больше чем маджест потому что выхватить классную маджесту себе просто так вот поп зайти сразу купить нифига не получится друзья хорошую машину нужно будет дождаться на аукционе потому что не так что и много этих красоток выставляется поэтому от двух до двух с половиной миллионов это прям уверенный средничок вот вот эта тачка порядка двух трехсот по моему вышла если хотите версию на заднем приводе с двигателем три с половиной литра от двух с половиной я сегодня нашел варианты статистики но за средничок можно взять это 2 700 это чтобы в районе соточки пробег без каких-то серьезных замечаний видимых дефектов и так далее но тут уже на самом деле начинаешь невольно задумываться не добавить ли мне еще пару соточек рублей и не рассмотреть ли мне уже 220 краунец вот точно также у вас есть выбор на два с половиной гибрид на три с половиной так что краун вас радует а вот маджесту если не возьмете сейчас еще год примерно у вас есть пока она проходная то вполне возможно что новые уже и не увидите так что друзья для ценителей классики присмотритесь к этой малышке многие скажут что маджеста уже не то посмотрев сегодняшний обзор или вообще вы уже все давно знаете потому что у нас субару уже не то toyota уже не то в общем японцы уже все не те но на самом деле все те все те японцы друзья и весь остальной мир на них равняется если смотрите наш канал то я думаю что многие со мной согласятся что по гибридным технологиям что по phv в общем друзья помните что в японии есть выбор для каждого и может где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля